Ну а прямо сейчас, практически уже завершение нашего эфира, вот она, утренняя прекрасная бишенка на пятничном тортике. Как ты, Пеноша, это сказала? Замечательно. Солистка заслуженного коллектива Республики Беларусь, духовой оркестра ГУВД Мингресс-Полкома Ирина Веркович. Прошу любить и жаловать. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, сегодня премьера песни. Какое название у песни? О чем она? Песня называется «Для меня ты стал». Ну, я думаю, что эти слова уже говорят сами за себя, и у песни, потому что песня о любви, безусловно, о том чувстве, которое, я уверена, должно жить в сердце каждого человека. Особенно в сердце женщины, да? Та любовь, которая ее окрыляет, безусловно. Это про это? Именно про это, потому что я уверена в том, что любовь — это то чувство, которое дает нам силы, чтобы достигать всех целей, все задачи. Ну, конечно же, жить и наслаждаться каждым моментом этой жизни. Просто чаще всего пишут про какую-то грустную любовь, как правило. А у нас будет песня про счастливую любовь. Счастливая, наконец-то. Ирина, мы ждали вас в нашей студии. Ирина, расскажите, у вас же очень большой опыт. Вот вы 20 лет на сцене в качестве солистки заслуженного коллектива, да, и не только. Как вы вообще выбрали эту композицию в свой репертуар? Я знаю, что есть подруга какая-то чудесная, которая, в общем-то, подсказала эту выбору. Все верно, действительно. Вы знаете, наверное, у каждой песни есть какая-то история своя определенная. Именно так случилось и с этой песней. Было предложено несколько вариантов, несколько десятков вариантов композиции. И как исполнитель, как певица я для себя определила буквально четыре. Ну и были какие-то сомнения. Может быть это, может быть это, может быть другая, вторая, третья. И знаете, наверное, каждый артист прислушивается, в первую очередь, к своему сердцу, но и к мнению своих друзей, родных и близких. И действительно, в моей жизни есть мой близкий человек, моя близкая подруга Ольга, которой и было предложено выбрать, какая же может быть песня. И прослушав все четыре композиции, она позвонила и сказала, ты знаешь, Ира, вот эта песня сразу, она ложится, вот, хочет ее исполнять. Она запоминающаяся, она яркая. Давай вот эту песню будем делать. Народный выбор, назовем это так. Давайте назовем это так. Да, очень важен личный опыт, когда песня тебе созвучна, когда что-то откликается внутри и библирует прямо в ответ. Вот так случилось? Это про вашу историю любви? Да, я могу сказать, что это, наверное, был мой новогодний подарок, потому что вся вот эта история возникла 30 декабря 2021 года. Так, накануне. Да, в 2022 году песня пошла в работу, аранжировка и так далее, и так далее, и так далее. Ну и не буду скромничать, скажу, что, конечно же, это где-то о маленькой истории моей судьбы в этой песне. Ничего себе. Ну, назовем это так, да. Пусть это будет тайной небольшой моей. И подчеркну, счастливой любви прежде всего, и счастливой судьбы прежде всего. Ну, у вас действительно счастлива и творческая судьба в том числе, да? Практически уже 20 лет на сцене, Ирина. Не будем скромничать. Да, вы знаете, Ольга, я считаю, что я абсолютно счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом, и не 5, не 10, не 15, а уже практически 20 лет. Скоро будет, как я являюсь солисткой заслуженного коллектива Республики Беларусь, оркестром Минской милиции. И горжусь этим, своей работой, этим статусом. И каждый день благодарю Господа за то, что иду на любимую работу. Прекрасно. Мне кажется, когда любимым делом занимаешься, даже работу не хочется. Это сразу видно, и глаз горит, и самое главное, голос звучит. Это правда. Ну и давайте приоткроем чуть-чуть тайну. Все-таки будут ли какие-то творческие серьезные планы по случаю 20-летия? Вообще, да. Конечно же, каждый артист стремится к тому, чтобы открыть какие-то секреты, может быть, не совсем, но маленькую завесу при открытии своих планах творческих. Да, хотелось бы, конечно, в преддверии 20-летней творческой деятельности возможно сделать сольный концерт большой, потому что все-таки петь с живым составом, с оркестром для каждого артиста – это большое счастье. Совершенно право. Это награда, божья награда. Спасибо, Ирина, мы вас благодарим. Ну и, конечно же, не можем уже томить в ожидании нашего зрителя. И, конечно, предоставляем концертную площадку вам. А на этом три часа нашего прямого эфира программы «Добрая Райница Беларусь» подходит к концу. Да, мы желаем вам хорошего, плодотворного дня. Ну а прямо сейчас премьера песни. Я думала, никто не сможет больше стать Смыслом моей жизни самым главным Но встретила тебя И ты смог подобрать Ключик моей душе И все исправил Для меня ты стал самым-самым близким Ты наполнил мой мир собой Ты заставил мое сердце снова биться Сделал меня живой Для меня ты стал самым-самым близким Я вдыхаю твою любовь Только рядом с тобой смогла открыться Я живу лишь одним тобой Я думала, никто не сможет разгадать Какие я от всех скрываю тайны Но появился ты И смог мне доказать Что ошибалась я И стал тем самым Для меня ты стал самым-самым близким Ты наполнил мой мир собой Ты заставил мое сердце снова биться Сделал меня живой Для меня ты стал самым-самым близким Я вдыхаю твою любовь Только рядом с тобой смогла открыться Я живу лишь одним тобой Для меня ты стал самым-самым близким Ты наполнил мой мир собой Ты заставил мое сердце снова биться Сделал меня живой Субтитры создавал DimaTorzok